обычно так начинается доброе утро водителя фуры когда еще нет восьми часов но они с восьми работают а тебе уже звонят вставай на выгрузку не знаю не выснулся ни хрена гружать сразу начали и думал от вадимка тоже проснулся рептики просто кайф полчаса и дело в шляпе вадимку сразу тоже поставлена у нас по одной позиции одинаковый груз сейчас выгружаемся просто по резкому пью кофе а надеюсь она уже подостыла и рвем когти в чебоксары на загрузку и все сегодня должно быть по красоте погода чистой тачки трубку поменяли этому шланг и загрузка должна пройти также 850 ребзики две машины выгрузились документы получили валим отсюда единственное непонятно там мы хотели проехать через зеленодольск но там разобранный мост и вот местные никто не знают сделали его открыли или нет решили не рисковать мы и поехать дорогой ту которую знаем но я там еще одну короткую нашел на ново чебоксарск будем сейчас там пробираться вот и вся казань друзья товарищи конец объездной река волга красота вся там за кустами в принципе так люблю вот в такое время ехать и смотреть туда вдаль и ночью красиво все светится сейчас из-за кустов выйдет хотя прошлый раз я выгружался через весь город ехал через центр по навигатору в общем как чайник но мы водители больших грузов любим больше когда все на окружной все базы на окружной находятся никуда не искать не петлять самое главное не терять время поэтому красота всех городов пусть останется для туризма но никак не для водителей грузовиков вадимка там под отстал на заправку заехал моя медленно еду сейчас догонит репзики ну такой трындец холодец тут замутили подрядчики на ремонте вот если на казань идти перед казани частые в обратный зад это вот на прошлой неделе ехал был просто этот подъем на котором вечно промка промка пробка а сейчас они замутили такой здесь зигзаг и вчера вот как машина навстречу ползу тут и века скания красная мы ехали за самосвалом за четырехосным китайцем и он здесь почти остановился ну и мы представляете толпа вадим орет у меня аж вторая передача включилась машина как прыгнула я говорю у меня вообще первое то что я за ним прям практически ехал через одну машину как вся толпа встала не знаю доделают они до снега не доделают под бугор то нормально а вот как тут на бугор все это дело будет вообще не очень-то приятная ситуация и я такой еду говорю как бы с пивом вообще не прикольно этот зигзаг преодолеть но я с порошком по хрену еду в рацию говорю вроде на прошлой неделе здесь не было такого зигзага мужик какой-то в рацию орет ты его еще вчера типа не было вот только из открыли но зато пробки вроде не было нормально все так что смотрите по внимательней дистанцию здесь держите когда в обратный зад и да он и у тут зигзаг этот первый но первый этот был конечно вот опять они пошли вниз а встречка наверх не очень приятно ну честно сейчас еще лето вот как зимой будет хрен я знаю вот тут еще такой расколбас прых прых стоит один чувак там лопаты подсыпает высыпает можно зимы засыпет каналу эту прилетели на завод время пол 12 12 что будет обед короче бежим по резкому надо выписать заехать в эту тюрьму гребаную и уже куда он уйдет уйдет на обед нам похрен нам главное сейчас въехать что потом очередь здесь не колбасить целый час бегом бежим почти ну а диму не может быстро бегать он курит я курю быстро идет пацаны кто на юг собирается лайфхак вам не на ту кнопку нажал от моциклета люлька вместо багажника так что кто еще на юг не съездил от берите на заметку себе можно даже туда посадить жену или ребенка лучше чтоб не мешалось еще раз на лайфхак смотрим успели оформились даже сегодня документы были уже в бюро пропусков и женщина которая нам постоянно компонсирует мозги не про компонсировала поэтому вадик уже побежал где-то вперед меня должен заезжать а я за ним и возможно даже в заводе успеем оформиться тут один у них косяк дорога хреновая что-то вадик стоит еще не и дорога хреновая тут можно полчаса только по заводу ехать весовая хрена и в заводе ничего снимать не буду там предупредили вот прям сегодня как знали что буду контент пилить нет снимать не на но я и не буду ни хрена рваться на всякие неприятности а то в этой тюрьме в тюрьму меня посадят уже один раз чуть не посадили за ноутбук вот свисток погнал ну я тоже сейчас полечу догонять шмон идет блин и и же я же она передача я все время ржут с этого когда они этими зеркалами смотрят под телевый под пеночок просто бассейн он просто какой-то лёша придумал это все все больше не хочет пищать спецагенты на досмотре брат помаши рукой загрузились на заводе вадимка впередом ушел но я обычно не вижу смысла так друг друга ждать тем более что нам заправляться обоим и припоезжать заправься и я как раз приеду а потом уже поедем вместе так что вадимка где-то впереди может он даже недалеко уехал там пробка в чебоксарах собудованно окружной дорога провалилась блин приходится по встречке ехать по сплошной пул лето жара ништяк очереди нету мы всегда заправляемся здесь потому что всех остальных очередь раз нефтяк раз нефтяк башнефтяк а вы я получается был очереди заводимка ну ладно не немного 400 наверно возьмем может 500 мне 400 чё плескаться на бак отполированный пойду прогуляюсь может туда заскочу но вряд ли конечно никакой тут на хрен очереди только подъехал вадим сразу отъехал так что заправляемся осталось нам еще пожрать и потом маржа бросок до владимира все время поражает меня вот такие вещи на заправках они у нас самые малоимущие зимой тут хрен за что творится на люди такие но раз даже невозможно заехать потому что четыре свечки грузим на перед даже зимой хрен тут заедешь на эту заправку блин обход обход на заправке не сидим в кабине ходим топчемся вадим кемос компасируем главное не сидеть смотрите вообще нормальная тема под воду но я видел часто такую фигню но такую длинную на пятитоннике ни разу не видел даже страшно представить сколько там литра он же длиннющий получается себе все время хотел такую сделать как у кого-нибудь увижу так хочу себе сделать а потом а потом да и сейчас думаю на хрен она мне нужна эта фигня чё-то мы нажрались в никольском в кафешке и мне лень снимать стала ладюшки в магазин приспичала он очень любит магазин красно-белый из-за которой за красном-белом рыбный рай я ж не могу себя создать с потрохами что я люблю этот магазин стали нарушителем и как нарушаем впереди такая толпа ехал этих тягомотов до вадим ну ты за мной едешь ты ж не видишь что там тягомоты едут ужасно ехать за ними мнение мы честные мы в пятерочку идем мы красно-белые нас не интересует с водюхой пост проехали весовой на семерке ну как всегда по нужной полосе сразу фонари подключали но сколько время не зная во сколько час из 25 8 8 обычно проезжаешь уже их там нет наверно не до восьми работает стояло два транспортника даже не глянули в нашу сторону молодюха прикрывает меня все время на обгонах потому что эти газики вместе с газелистами уже в печенках сидят я не знаю где будем ночевать но осталось нам чуть-чуть ехать это я точно знаю час до гораховца здесь и там наверно еще час-два часов десять будем вставать пока шмаркнул если бы у него там что-то моргало бросаем якорь сегодня а я говорил шумов 10 приехали приедем а приехали в девять дам пробку навигатор показывал поэтому как бы два часа будем до сюда ехать мячиком на переезде мы когда подъехали к нему уже все там не стояла медленно просто ехала движение потихонечку раздражает ваш такой вас раздражает вас такой поворотник меня раздражает уже сколько времени почти 20 тысяч она не проехал не 20 я загнул сейчас утром на 15000 после трекфеста поворот не проехать где тут что-то анжелок сегодня нет вадим нет анжелок так что так сеньку засыпать мудрин там в кафешке есть молчит точно знает что я снимаю не стал ничего говорить павловская баня где тут где-то охранник так ладно будем разбираться куда она припарковаться дорожка тут кстати есть у меня сейчас нет дорожки спасибо спасибо езжайте парни о дед бежит здрасте мы в кафешке оплатим безналом вот две машины да да не раньше девяти в самый зад я понял дед сам растерялся я уже тут больше не вовсе знаю будем парковаться а то кто бы якорь не бросил как бы кто не бросил якорь в мою кабину хороший дедок лет пять тут ну и я тут паркуюсь лет пять шесть уже вот пять лет работы о водосе колпачок потерял да ты конечно парковщик я охраневаю ты куда там в расстоянии чурка не русская я ничего не выключил не ярко светит нормально как я вдоль этих колес проехал я видел они прям не задел их конечно а может он то задел верхнее наверное чем-то точно сместилась она я покажу как она сместилась как она след тебе братан точно в отпуск надо у водихи крайний рейс потом он в отпуск пойдет наверно еще то разу сейчас переезжать наверно еще то разу сейчас переезжать ну оно и я то конечно кривовато стал но я то хотя бы просто к забору плотно хотел встать все красавчик пойду хуруёбки собирать кубаню пошла жара на стоянку я вот так как вольво пылит ой вот так мы с собой издумаем что пойдем будем все а да валюха четкая дядька говорит что любуетесь на машину на свои я говорю любую все ну тогда посмотри чтоб я ее не тюкнул да валюх ладно сейчас помоемся а вон анжелку повели уже куда то да повели анжелку повели так что не успел ты братан это не мне это не тебе Юрий вообще в пролете где Юрий наш у Юрия там вообще беда да сейчас я выключу камеру расскажешь так что мне надо сходить бабкам сказать чтоб мне это самое оставили нам душ тебя хотел а ты оделся бабки хороши да кто то тебе звонил поговорили попрещали с ними мы говорим и вы они записывают журнал машины какие у вас и говорим ивеки овцы они говорят ну овцы это хорошо главное чтоб не козлы были не знаю почему то на овсе ох мы оборжались с Вадимкой а вон валюха это сейчас надо как-то взять мне телефон в другую руку по центре ладно сейчас поближе подойду покажу вот валюха красивая аккуратная ну что там нормально все спецагент я говорю смотри девку свою только наладил всю красивую чтоб не забодал никто спокойной ночи все полетничек у ней тут аккуратненько гортики все в цвет дядька хороший тоже все пацаны мы спать всем споки ноки как говорится доброе утро народ у нас утро следующего дня ночевали в деревне кто-то тут с утра орал тут есть площадка тренажерная около местного сельсовета и какой-то паренек привел какую-то девчину туда и что-то они выясняли отношения походу а фитнесом а я стою прям крайний около забора и окна открыты все было слышно а мы с Вадимкой опять требуху набили идем лениво вливаемся в новый день в новый рабочий последний рывок у нас добить сегодня а вот так делают братишки какие-то вечерком пилка попьют и оставят бутылочку ну Вадимка у меня хороший товарищ он убирается за всеми так что выдвигаемся в сторону цкада потом на четверку и в Новомосковск стоянка пустая кстати она сегодня и не была заполнена маленько было машин но мы стояли в самом очке потому что потому что мы никуда не спешим вот так вот погнали Вадим Вадим ты помнишь что нам на Рожков надо заехать? что-то Вадимка походу на канале Вадим? все понятно Вадим замечательно откликнулся а то едет как телефонист всю дорогу на телефоне заколебал товарищу одному фонарики заказывал нас забрать серёги из Липецка колебал поворотник бесячий поворотник о народ там нет никого вообще ух ты Вадимка как решил под знак да? хотя непонятно а тут знаки со всех сторон ну ладно тогда Вадимка встанем под знак еще продублировали нам его вот он не знает продублировали а ни хрена стрелка сюда значит тут мы нормально сейчас встанем и пойдем сходим за фонариками стоянка кафе Рожков пацаны заезжайте летом можно переночевать отлично окошки открыть на всю хату на всю хату шо гаражу я блин забрали фонарик во ветер какой в хрена а вроде ехали не было ветра ну там вообще кошмар блин так никто нас не арестовал пока мы тут тусуемся польская сосиска заехала бляк придача я вообще воняю ну как там стоять а а потом неделю пусть не думать с кабином то что постоемки постоемки сейчас прем дальше охренеть на цкаде беда какая шо за тачка непонятно газель полегла все перекрыла пробка кошмар потом ехали говорили про пробку какую-то но отскажи пересекают всякие разные дороги думаю наверно там где-то голоса просто слышны рацию постоянно приглушают что она заколебала вот только включился разумат там братишки ругаются тут пробка вот она в один раз я сам на цкаде в пробке стоял в районе киевки второй раз вижу пробку тогда этого больше вообще ни разу не видел нет конца ну конечно если там движение хотя бы по одной машине ну в одну колейку пропускалась тачки бы ехали а то ж вообще никак не пропускается поэтому здесь скопилось уезжаем в тульскую область терминал проехали платежный на каплях сфокусировался на этом не хочет но не факт и подъезжал когда в коке все темнело темнело но погода то жаркая была красивая чудесная а тут сейчас это самое все темнее темнее думал наверно сейчас дождь будет потому что ветер вообще страшнейший я не знаю как вам показать вам видите эту резинку на шторке от гимна и дверь и бок весь бананом но это ладно хрен с ним и когда въехали в эту темень оказалось что это дым ни хрена никакой не дождь а дым и вонище вообще ну камера что-то не показывает что это дым то есть не видно на камеру что дым здесь сейчас еще в тульской области ехали на стекло накапал тоже блин думал будет сейчас хоть прибьет все это вонючесть вонючесть дымную что-то горит где-то короче конкретно лес или поля вот но в то же время тут блин сто километров до дома остается тачка вся чистая весь рейс проехал чистый не хотелось бы ее пачкать ну и дождя короче не стало вот как он упал как я начал снимать он начал падать на стекло и все и вот он закончился нет ни хрена дальше дождя так что бузуем помаленечку прыг скоб по мостам все рибзики это самое обидное вот наша развязка на которой мы почти будем приземляться и мы догнали дождь то есть на встречу тачки уже все мокрые идут давно у нас еще так более-менее было это самое вообще обидное ты доехал чистый весь рейс проехал чистый весь рейс но ты не доехал до дома чистый и лужи я представляю сейчас нам по новомосковску лужи хрен знаю какие эх всего-то надо было чуть-чуть Не люблю я этот выезд тут. Ходом редко, когда здесь проходишь. Только ночью глубокой. А еще сейчас будет самый косяк, если... Ну, точно вторую передачу мне включила. Ладно. Как-нибудь повернем. Третья, четвертая, шестая, нормальная. Трасса М4. Ё-моё, как в песне. Надо подвинуться, легковых пустить. О, палил. Палил, палил, палил. Вадимка газует. Вадимка в магазин собрался. Давай я пока поеду, почву пробьем. Не кушается тебе нормальной еды. У меня зуб в рации отключен. Иди за сосисками. Сегодня на обед у нас будет ров там. Витрины жуткие. Видно вам, какой ветер? Там дерево на дорогу упало. Как в хромзону въезжаешь, но в московский. Как еще показать, не знаю. Как тут все колбасы. Тут бешеные, уже не знают, как меня обогнать. Ночной мотылёк тут. На окно прилип. Зараза. Вольво необычно красивого цвета. Вообще красотка. В общем, Вадим поехал. Пошел пешкарусом в магазин, а я на разведку. Встречаемся на заводе. Приехали, оформились мы. Дождь, к сожалению, вот что наделал. Тачка. Нахрен похоже. Харчи сейчас. В смысле, не харчи, покушали. Думал, Вадимка меня пригласит к себе. У меня харчи из пятерочки. Но нет, пришлось мне свои Ролтоны кушать. Это он мне душу расстроил Ролтоном. Сейчас пойду выкину в мусорку. В мусорку. И нарисовывается. У меня второй рейс. Опять туда же, в Казань. Только уже не с Вадимом. Он в отпуск идет. А поеду со своим водителем. Со своей машиной. Я рассказываю подшипникам, как у нас с тобой день сегодня проходит. Как ты меня на сосиски кинул? Ты сказал, пошли. Он сказал, жопу показал. Они, кстати, не пусы. Ну и слава богу. Так что ты не зря не пусы. Так что ждем выгрузки. Тачку я, наверное, тут свою оставлю после выгрузки. А поеду домой с Вадимом. А когда ты со мной поедешь? А это мне плевать, когда мы поедем. Все, у меня вызывают. Как раз телефон звонит. Как все вовремя. Разгрузили меня удачно, конечно. И тут еще моя машинка приехала на выгрузку. Только другой продукции. И вот с ним мы как раз следующий рейс поедем в паре. Так что, ребятки, этот рейс прошел у нас удачно. Не считая того, что тачка испачкалась. Увидимся, как говорится, в следующем рейсе. Всем удачи. Всем до связи. А Вадимка еще стоит, ждет.